итак мы сегодня меняем картридж турбины на skoda octavia tour двигатель самый простой турбина тоже самая простая без изменения геометрии причина бросает масло значит турбина фирменная jiron вот так выглядит турбина с лифтами все в порядке для того чтобы ее поменять необходимо снять навесное будем снимать постараемся без снятия коллекторов но снимем все навесное все равно снимать навесное для того чтобы все-таки почистить и убрать все масло которые есть в трубопроводах в том числе и в интеркулере интеркулер тоже будем снимать потом для чистки но сначала снимаем патрубки этот патрубок снимем клапан егр он мешает обзору и собственно в нем проблем нет чтобы снять и снимаем входной патрубок вместе с вот всем навесным подход входной патрубок снимается легко здесь просто плоскоупцами сжимаем вытаскиваем откручиваем вот этот болт этот же входной патрубок здесь еще один болт такой же снимаем ну и тоже такой же разжимкой на самому картридже на самой турбине снимаем ну и тогда трубка вынимается единственное что вот здесь нужно снять фишку фишка снимается несложно необходимо опустить вот чтобы снять фишку она снимается вот эта часть нужно тянуть и ну как бы нажать вот на лепесток здесь есть такой лепесток на него нажимаем и снимаем приступаем приступаем к снятию здесь просто какими-то плоскоупцами специально для снятия таких хомутов единственный момент для того чтобы не попали потом даже снятом состоянии какой-то мусора но потом может пойти даже пыль все такие отверстия которые освободились необходимо затыкать тряпками даже если вы уверены что туда пыль не попадет мусор не попадет ну да может быть большой мусора не попадет но пыль как пыль какая-то может попадать поэтому желательно с обоих сторон заткнуть эта пыль потом потянется во впускной коллектор поэтому желательно затыкать я сейчас этим займусь значит откручиваем этот болт и снимем вместе с клапаном газа просто просто его нужно поднимать он тут плотно сидит потихонечку потихонечку вынимаем все теперь нужно еще снять вот этот клапан вот этот эту фишку для этого просто я нужно немножко нажать и снять и откручиваем этот винт для того чтобы был доступ я все-таки сниму и этот патрубок мне так будет легче подобраться просто просто снимаем и все вот так здесь также все вакуумные трубочки тоже отсоединим и тут у нас появится такое себе пространство я уже кое-что снял начал уже затыкать хочу показать что болты крепления не вот здесь будут подкрутил и здесь есть еще один тоже к пускному коллектору здесь внизу такой же болт крепления и также хотел показать почему я это делаю обратите внимание здесь полно масло которое бросает из двигателя турбина пропускает масло бросает в трубу в интеркуллер в опускной коллектор игр у меня заглушен поэтому тут вместе с не накапливается уже но видео почему я его заглушил есть отверстие вместо вот этого где-то здесь наверное 45 50 миллиметров вот такое отверстие оставалось все остальное было во всем очень сложно было внутри коллектора все это почистить внутрь не залезешь не раскрывается пришлось ершиком все чистить ну и для того чтобы турбина не бросала был заказан новый картридж еще как снять фишку необходимо вот за этот усик просто вверх потянуть и он она вытаскивается фишка снята соответственно я сейчас откручу болт и уже теперь снизу нужно будет этот пускной патрубок отсоединить от входа в турбину это входной патрубок турбины сейчас все покажу вот отсюда откручиваю ну а как отсоединить то же самое там хомут который плоскоуптами зажал и смело все покажу это для того чтобы вынять этот патрубок нужно отсоединить еще один шланг от самого патрубка вот здесь он крепится ну и электрический разъем нужно отсоединить и тогда можно вытащить патрубок для того чтобы почистить здесь есть фиксатор на фиксатор нажимаем и снимаем фишку это вид снизу это полуось и вот я смотрю на турбину снизу выходной патрубок который нужно будет откручивать и вот сейчас мы откручиваем вот эту не откручиваем снимаем вот эту трубку на ней есть будет не видно на ней есть хомут вот так неудобно показывать и снимать тут еле залазишь тоже такой же разжимной зажимаем хомут и просто вытаскиваем уже не буду показывать потому что здесь места мало для плоскоупцев и двух рук и еще итак я там отсоединил от турбины пускной патрубок теперь его можно вытаскивать здесь есть трубка масло здесь есть это не та трубка где появляется масло турбина бросает масло в это входная в турбину масло появляется выход из турбины точно также обязательно затыкать все отверстия туда обязательно попадет песок не прилипнет к тому маслу который там есть его кстати нужно тоже повымывать и потом обязательно попадет в цилиндры через клапана плохо не хорошо затыкаем откладываем в сторонку и что нужно еще сделать для того чтобы у нас уже какой-то доступ появился туда и сейчас откручу клапаны здесь шестигранник обыкновенный не звездочка значит два болта просто откручивается один нужно сначала патрубок открутить фланец патрубка мешает открутить фланец патрубка который идет выпускные газы от турбины от выпускного коллектора к впускному этот патрубок все равно откручивать он будет там мешать откручивать болт поэтому откручиваем и откручиваем клапан ну собственно это не сложно итак после того как патрубок снят уже есть доступ к турбину подписано название для того чтобы увидеть каком она состоянии принципе вращается достаточно нормально пальцами попробовал без задировал без ничего но однако конечно же есть небольшой люфт меньше миллиметра теперь принимаем решение что делать с турбиной для того чтобы решить проблему выбора я уже открутил снимаю я двигается на гофре ну и теперь переходим снимаем вот здесь я пшикнул 2 болта на 17 откручиваем и вытаскиваем трубу для того чтобы посмотреть на катализатор после того как гайки сняты расшевеливаем вот так вот этот хомут он тут расшевеливается с другой стороны и это это такой хомут с отдельная часть его немножко нужно сдвинуть вот в ту сторону опа и тогда труба выпадает хомут в эту сторону саму трубу можно насколько это возможно в крепление здесь есть крепление насколько это возможно в эту и она выпадает и все теперь она отсоединена вытаскиваем и смотрим после снятия трубы выпускной выхлопной очень освободилось место сейчас нужно будет отсоединить воздуховод вот этот тоже плоскогубцами зажимаем вытаскиваем но вот здесь вот есть еще болт где он крепится к раме ну и там возле интеркулера тоже хомут который крепится хомут который снимается его все равно снимать для потому что там масло полно нужно вытирать вымывать снимаем воздуховод по трубок в принципе в приемлемом состоянии внутри есть отложение масла потому что здесь вентиляция картерных газов до вентиляции масла нет в принципе все сухо чисто как бы вопросов особенных нет но помыть почистить его нужно чистим и затем можем уже ставить назад к турбине мы забрались посмотрели люфт небольшой есть масло она бросает поэтому нужно будет турбина ремонтировать ну чтобы же мы сняли шпатрубки с интеркулера но здесь внутри тут полно масло нужно промыть и самый интеркулер чтобы с него не бросала масло ну для этого он снимается крепеж через фару поэтому на на фаре снимаем левую фару если смотреть на машину спереди левую эту фару снимаем там звездочки шестигранные откручиваем и вытаскиваем снятие фары начинаем с откручивания вот этих 3 болтов с шляпкой под звездочку шестигранную откручиваем снимать снятия фары начинаем с откручивания вот этих 3 болтов с шляпкой под звездочку шестигранную откручиваем снимать вытягиваем на себя для того чтобы он просто вытаскивается теперь для того чтобы вытащить фару нужно еще вот здесь один болт открутить и тогда он полностью тогда фара то как все снято есть у нас вот два болта откручиваем и вытаскиваем интеркулера здесь находится третий болт крепления интеркулера откручиваем и тогда он вытаскивается через фару итак приступаем к разборке я уже немного открутил винты и теперь хотел вам показать что она может проворачиваться поэтому нужно сделать такие заметки засечки значит как как она должна стоять вот здесь здесь у нас есть рычаг который закрывает клапан и вот он должен в таком состоянии быть чтобы не не выгибать этот шток не туда не туда вот так хорошо ну и в принципе вы можете заметить так как оно было единственное что у вас будет теперь другой картридж поэтому останутся здесь только эта часть и корпусная и это они вот вместе с собой вот так вот связаны ну и тут раз она так вот это внутренний картридж нужно поставить так чтобы масло заливное и сливное было как бы сверху и внизу поэтому здесь можно взять и наметить где у нас будет масло заливное ну и все все остальное разбираем я уже открутил гайку крепления эту не откручиваем это будет останется регулировочной немножко его посмотрим смотрите когда вы закрываете есть еще зазор не дотягивается где-то 3 миллиметра как оно станет снова неизвестно все теперь откручиваем откручивается я открутил обыкновенным рожковым крючком и ключом вот такие вот половинки здесь тоже уже открутил на горячей стороне откручивалась немножко плотнее но все равно открутилась торцевой не залезет может быть у вас накидной есть я не смог найти но рожковым таким плотным ключом нашел более толстый один слабенький нашел более толстый такой нормально открутил значит на что я хотел обратить внимание на то что при разборке желательно быть аккуратным и не сорвать поэтому нужно предварительно попшикать водой не сорвать никакие болты боя то будет с последствиями нехорошими ну собственно все теперь также нужно будет еще потом проверить сам вот этот клапан 10 0 хорошо закрывает если плохо закрывает будет прорываться газы не все газы будут идти через турбину и скорость вращение будет меньше необходимой все теперь откручиваем и тут половинки хорошо прикипели можно аккуратненько чем-то постукать нежно корпус чугунный очень нежно потихонечку я молоточком отошел корпус корпус в нормальном состоянии видно что крыльчатка не затирала везде есть налет ну налет такой обыкновенный налет не значит тут нужно будет проверить ну так если покрутил то в принципе сама чашка нормально я покрутил и нигде сдёрся угольный нагар и в принципе видно что она может прилегать ко всей поверхности нет никаких особых задоров здесь с этим проблем нет ну а теперь нужно каким-то образом вытащить вот эту штуку тоже плотно сидит сейчас попробуем поддеть отверточки вытащить но не получилось легко снять пришлось вот так зажать в тиски и вот с двух сторон такими хорошенькими монтажами с этой стороны одновременно и с этой подтягивать и она выскочила ну все у нас эта часть нам не нужна кроме одной части это вот этот штуцер штуцер масло заливной нужно его выкрутить для того чтобы поставить на новый картридж и все собираем в обратной последовательности ну что же я собираю в обратной последовательности но и хочу обратить внимание тут я сделал небольшую засечку она стоит напротив впускного штуцера для масла но и когда собираем нужно учесть особенность значит вот вставляем обе части я еще не закручивал для того чтобы можно было правильно отцентровать клапан надел сюда и вот он так где-то в центральном положении стоит чтобы он не выгибал ни туда ни сюда и штуцер стоит при этом по метке ну вот так и будем закручивать сейчас буду ставить пластины зажимать и зажимать болтами ну собственно сейчас буду скручивать тоже в обратной последовательности я все закрутил закрыл все отверстия для того чтобы ничего не попало иначе это все будет в двигателе в опускном подрубке и под клапанами в цилиндре значит затянул вот этот штуцер обязательно со старой нужно его скрутить входной ну и вот здесь также закручиваем я когда все скрутил оказалось у меня здесь немножко большее расстояние чем было до на на старом было 3 миллиметра на этом смотрю миллиметра 4 поэтому я все-таки немножко подтянул чтобы сила отпуска вот этого клапана сбрасывающего давления была та же что и была на том но я честно говоря не знаю как ее отрегулировать поэтому поставил как как бы не уверен что это был оригинальный уже потому что на старом нет никакой гравировки во всяком случае я ее пока не увидел может быть от мою увижу собственно есть какая-то цифра 5 и все поэтому может быть его уже кто-то реставрировал и все идем устанавливать на машину в обратной последовательности ну что же все уже готово ставим в обратной последовательности также закручиваем туда напоминаю я разбирал без снятия корректоров поэтому может быть это не очень удобно но зато меньше возни меньше разборки поэтому я для себя решил что у меня так удобней ну вот теперь дальше идем закручиваем сначала у нас идут сверху болты 2 на размер 12 под двенадцатигранный шестигранник головку звездочка двенадцатигранный такие многогранник именно звездочка устанавливаем и затем все остальное уже будем собирать попадаем чтоб можно было наживить болтом закрепляем самостоятельно это делать предупреждаю вас если есть возможность иметь помощника то лучше это сделать наверное все таки с помощником